Хабаровским экстремистам-блогерам в один день приговоры не выносят. Вчера начали, сегодня заканчиваем. Вчера гадали, сколько дадут. Разброс был от 100 тысяч штрафа до двух лет зоны. Сегодня настроения другие. Оправдание. Все, моя ставка. Оправдание. Ах, отменяешь ставку. Да, я за оправдание. Я за оправдание. Ну а затем, собственно, оглашение приговора, в ходе которого мы узнали, что 16 месяцев назад обвиняемый Марченко написал в фейсбуке 16 слов, это включая предлоги и союзы. Затем с помощью 14 свидетелей, одного обыска и как минимум трех экспертиз было установлено следующее. В современной России призывать к смерти террористов, если они, не дай бог, россияне, нельзя категорически. Сие есть преступление. Правда, преступление, кажется, не очень серьезное. Ибо вот вердикт судьи. Признать виновных Марченко Андрея Владимировича на назначение его наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Освободить Марченко от назначенного наказания на основании пункта 9-го постановления Государственной Думы по 24 апреля 2015 года об объявлении о внести в связи с имени сельским победой Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все довольны, некоторые счастливы. Адвокат обещает еще судиться. Недавний обвиняемый соглашается, что, пожалуй, и так сойдет. Мне дали 100 тысяч, присудили, и тут же аннулировали все. Сейчас, через 10 дней, у меня не будет ни судимости, ничего. Я по амнистии выхожу. Поэтому, слушай, обжалуйте, если все хорошо. То есть ты будешь амнистированным преступником для меня? Ну, может быть, в этой стране не надо быть кому-то преступником.